Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Процветок. С вами Юлия Кондратенок, и сегодня я хочу поговорить с вами о применении триходермы в плодоводстве. Немножко отступление. Что такое триходерма? Это почвенный грибок-антагонист, то есть антагонист для фитопатогенных, опасных различных грибков и бактерий. Он их вытесняет, он паразитирует на них, своими выделениями угнетает их таким образом, избавляя и почву, поскольку это его основная среда обитания, и те субстраты, те поверхности, на которых он появляется, на которых вы его оставляете при обработке. Он способен уничтожать до 60 видов паразитических грибов, в том числе тех, которые поражают наши плодовые деревья и ягодные кустарники. Еще одна важная особенность триходермы. Однажды, поселившись у вас в почве в саду, она способна еще долгое время там функционировать. Так как же можно ее применить? Во-первых, это опрыскивание. Мы готовим, согласно инструкции, раствор триходермы и профилактически, ведь здесь самая главная профилактика. До появления признаков болезней на листьях, на плодах, обрабатываем свои плодовые и ягодные кустарники. В отличие от подавляющего большинства химических пестицидов, триходерма абсолютно безопасна. Более того, смываясь листьев дождем или поливом на землю, она поселяется и в ней, таким образом улучшая структуру и плодородие почвы, оздоравливая ее. Самое главное помните, что триходерму по листьям, по веткам, по плодам нужно применять до появления болезни, профилактически, либо при самых первых признаках, при первых пятнышках. Тогда ее эффективность будет максимальная. Но вы скажете, сейчас осень, как мы ее применим? Для подготовки саженцев к посадке. Дело в том, что в почве огромное количество различных болезнетворных грибков, которые вызывают корневые глинили не только у наших овощей, но и у рассады клубники, у саженцев смородины, у плодовых саженцев. Поэтому готовим триходерму и перед посадкой обмакиваем в раствор корни своих саженцев, своей рассады. Поливаем раствором триходермы посадочную яму, чтобы весной, когда начнется сезон, она была уже во всеоружии. Нужно сказать, что триходерма это естественный грибок почвенный, и почва для нее отнюдь не чужая среда, в ней она прекрасно себя чувствует и защищает корни растений от опасных гнилей. Более того, триходерма способна образовывать микоризу, то есть вступать в взаимовыгодное сожительство с корнями растений. Деревья и кустарники поставляют ей свои биологически активные вещества, а триходерма свои, таким образом повышая иммунитет растений, повышая ее сопротивляемость болезням, абиотическим факторам среды, то есть плохой погоде, влиянию солнца, влиянию заморозков. Более того, поселившись под вашими деревьями в почве, триходерма способствует быстрому разложению растительного опада, который попадает в нее, и делает почву более насыщенной гумусом и другими питательными для растений веществами. Ведь триходерма, находясь в почве, не только борется с грибками вредными, болезнетворными, но она в основном разлагает органику, минерализуя ее, превращая ее в те самые питательные вещества для растений. Поэтому я считаю, что у каждого садовода такой вот нужный препарат обязательно должен быть в аптечке, на первых рядах. И только если уже действительно ситуация вышла из-под контроля, и вы видите, что пошли серьезные заболевания, тогда мы переходим на более серьезную химию. А это залог экологически чистого урожая при грамотном его применении. Вы спросите, где взять триходерму? Конечно, некоторые блогеры советуют пойти в лес, наломать трутовиков и забодяжить у себя на подоконнике. Но в таком случае нет никакой гарантии, что вы получите именно триходерму, а не смесь различных грибков, бактерий, многих из которых могут оказаться не очень то и полезными, в лучшем случае безвредными. А это потраченное время, по сути дела бесполезно потраченное время. Поэтому я рекомендую покупать триходерму проверенную, сертифицированную в официальных магазинах, которые продают именно триходерму веридис, которая обладает лечебным профилактическим эффектом. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, задавайте вопросы, в том числе и о триходерме, и мы постараемся ответить на все интересующие ваши вопросы. С вами была Юлия Кондратенок. До новых встреч на нашем канале.